Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Марки Mercedes и компании «Даймлер» не привыкать быть у руля. Многие технологии и решения появились именно под трёхлучевой звездой. Сегодня у нас обзор сразу двух автомобилей. Встречайте E-Class V211 и четырёхдверное купе CLS. Это сегодня все привыкли к купе-кроссоверам, Grand Coupe и прочим гибридам универсала и купе. А лет двадцать назад народ очень туго въезжал в тему четырёхдверного купе. Хотя что тут въезжать? Появился новый класс. Новый Mercedes-CLS. Выглядит изящно, круто. Дизайнеры действительно постарались. Даже сегодня Mercedes-CLS первого поколения – это эксклюзивный автомобиль. «Даймлер» именно такого эффекта и добивалась. Это купе должно удивлять. Его должны провожать взгляды. А при чём здесь 211-й? Именно он поделился с купе CLS платформой. Технически это практически идентичные автомобили. Вот так компания «Даймлер» расширила аудиторию за счёт тех, кто хотел большой Mercedes для водителя, но не хотел ездить на седане для немецких таксистов. Е-класс – это седан и универсал. У него широкая моторная гамма, и каждый может выбрать конфигурацию по своим предпочтениям. А ЦЛС – это что называется Limited Edition. Гражданские версии можно посчитать по пальцам одной руки. Под капотом четырёхцилиндровых двигателей нет, только V6 и V8. У него только две педали и четыре места. Центральная консоль тянется от селектора КПП к заднему подлокотнику. Да, у ЦЛС задний ряд сидений теснее, спинки не раскладываются, но эта ерунда владельцев ЦЛС не волнует. Волшебное превращение седана в четырёхдверное купе было бы невозможно без вот этой «Ешки». Эта машина сделала качественный скачок вперёд, изменилось по сравнению с предшественником всё, кроме четырёхглазого лица. Ухоженный 211-й Mercedes и сегодня выглядит отлично. Сразу видно, что это классический Mercedes. Даже язык не поворачивается шутить. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Это респектабельная и солидная машина, а в ВМГ обвесе он выглядит дерзко и резко. Именно этот Mercedes предложил своим покупателям практически неограниченные возможности по индивидуализации. Появились явные отличия в базовых уровнях оснащения Classic, Elegance, Avantgarde. Количество опций возросло, и поэтому среди богато оснащённых Mercedes 211 очень сложно будет найти два одинаковых автомобиля. Прежде чем мы начнём рассказывать о слабых местах этих Mercedes, напомним, что они нуждаются в мерседесовском обслуживании. А именно, никакой экономии и нужна профилактическая диагностика двигателя, АКПП, подвески, электронных компонентов дилерским сканером. И тогда без особых денежных вложений эти машины пройдут более полумиллиона километров. Ну а если вам достался Mercedes по низу рынка, то едва ли после покупки он доедет к вам домой, а на рекондицию уйдёт более 50% от стоимости. Базовый двигатель для 211-го Mercedes – компрессорная 4-ка M271. Это неплохой двигатель при должном обслуживании. Сложный нагнетатель Roots может пройти 300 000 км при условии замены масла каждые 10 000 км. Роликовую цепь ГРМ надо менять каждые 200 000 км. Стоит обращать внимание на подтекание масла по разъёмам электромагнитов фазовращателей, по теплообменнику стакана масляного фильтра, а также стоит обратить внимание на систему ВКГ. В целом компрессорный двигатель – неплохой выбор. Он присутствовал на всём протяжении выпуска 211-х Mercedes. Кроме этого двигателя, рядных бензиновых «четвёрок» на 211-х Mercedes не было. А вот под капотами версии с индексами от E240 до E320 – атмосферный V6. А версия E500 – это бензиновый V8. Моторы M112 и M113. У них по три клапана на цилиндр и по две свечи зажигания. Это механически очень надёжные моторы. Даже алюсиловое покрытие цилиндров радует минимальным износом при пробеге в полмиллиона километров. Это очень горячие моторы, поэтому владельцы должны следить за чистотой радиаторов. А если мотор начал подъедать масло, значит, надо заменить маслосъёмные колпачки и почистить либо заменить компоненты системы вентиляции картера. В целом же это старые олдскульные надёжные моторы. После рестайлинга V-образные двигатели заменили на новые M272 и M273. До появления этих моторов владельцев не знали столько проблем с двигателями. Дело в том, что промежуточная шестерня ГРМ изнашивалась к концу гарантийного периода. Тогда двигатели начинали греметь и сыпать ошибками по некорректному положению распредвалов правой ГБЦ. И владельцам приходилось за свой счёт устранять износ привода ГРМ и менять изношенные детали. Двигатель V6 M272 приходится вынимать из моторного отсека, потому что промежуточная шестерня ГРМ является компонентом балансированного вала, которого у мотора M273 V8 нет. Компания Danler предложила усовершенствованные шестерни, которые оказались тоже не вечные, но ходят уже 200 000 км. С таким же интервалом приходится менять и цепь ГРМ. Практика показывает, что при появлении любой удобной возможности лучше сразу полностью отремонтировать эти двигатели. Также эти моторы массово поехали на гильзовку из-за износа силуминовой поверхности цилиндров. Дело в том, что износ возникает на фоне разрушения катализатора. Керамическая пыль летит в цилиндры, и поршни буквально растирают ее по стенкам цилиндров. Предвидим вопрос, как что-то из выпускного коллектора может попасть в цилиндры. Очень просто, но давайте вы сами дадите ответ на этот вопрос. Подсказка, что происходит с давлением в цилиндрах после закрытия дроссельной заслонки. Мы обязательно лайкнем правильные ответы. Также задиры могут появляться из-за перегрева двигателей М272 и М273. Поначалу задранные моторы стучат на холодную, а затем начинают стучать постоянно. После удаления катализаторов и гильзовки блока цилиндропоршневой группы эти моторы без труда ездят по полмиллиона километров. Хирургического вмешательства требует и впускной коллектор, на который навешано аж три вакуумных актуатора. Средний вакуумный актуатор управляет заслонками изменения геометрии впускного коллектора. В этом механизме ломается пластиковое коромысло, которое приводит тяги заслонок. Это коромысло можно заменить на стальное. Два крайних актуатора приводят вихревые заслонки, которые могут развалиться и улететь в цилиндры. Поэтому владельцы удаляют заслонки и глушат отверстия осей. Кстати, можно заменить легкосплавный коллектор на абсолютно пассивный пластиковый, который достался мотору М272 ростера SLK350. Одним словом, рестайлинговый 211-й Mercedes с V-образным бензиновым мотором надо брать из хороших рук с историей обслуживания и достоверным решением всех врождённых проблем. Всё сказанное про V-образные моторы касается и четырёхдверного купе CLS. Но только в очень редких, ранних версиях CLS 500 и CLS 55 AMG доступны надёжные и прожорливые моторы M113. В заряженной версии 63 AMG установлен 571-сильный мотор, M156, который инженеры компании AMG разрабатывали с нуля. И первый блин у них получился комом. Ранние версии самого мощного мотора до декабря 2007 года оснащались бракованными болтами ГБЦ. У этих моторов изнашивались кулачки распредвалов из-за проблем с гидрокомпенсаторами, растягивались цепи ГРМ, изнашивались шестерни, валов и гремели фазовращатели. 211-й Mercedes можно найти с пятью разными дизельными двигателями. Самый популярный – это четвёрка OM646. Это хороший ресурсный мотор, который на все 211-е поставлялся с модулем балансиров. Он может огорчить в редких случаях проворачиванием вкладышей, а также требует внимания к заслонкам впускного коллектора. Оси заслонок разбивают пластиковые отверстия, оттуда сочится масло и появляется подсос воздуха. В этом случае надо реставрировать пластиковый впускной коллектор. У этого мотора два старших брата – 5-цилиндровый OM647 и 6-цилиндровый OM648. Эти моторы не задирают вкладыши. А мотор OM648, который ставился не только на 211-й Mercedes, но и на S-класс 220-й и на некоторые бусы Sprinter и вовсе топ. Честный чугунный 3,2 литра – это мощный, экономичный и плавный в работе мотор. Легкосплавный впускной коллектор и вовсе вечен. У заботливых владельцев эта рядная мерседесовская «шестёрка» может пройти и полмиллиона километров со штатным EGR. А владельцы моторов BMW M57 могут даже позавидовать безупречному характеру этого мотора. Рядные 5- и 6-цилиндровые двигатели после рестайлинга заменили на супер универсальную первую и последнюю V-образную дизельную «шестёрку» от Mercedes OM642. Это хороший ресурсный двигатель, но с небольшим букетом хлопот по части теплообменника и выхревым заслонкам. Этот двигатель на всех Mercedes имеет объём 3 литра. Немало нареканий на этот двигатель из-за проворота вкладышей, но есть мнение, что вкладыш, как правило, проворачивается либо один шатунный, либо один коренной из-за изношенного маслонасоса. А маслонасос изнашивается, в свою очередь, из-за попадания мусора в масляную магистраль во время замены прокладки под теплообменником. Пара замечаний по шестицилиндровым дизельным двигателям 211 Mercedes. В переходный период с 2004 по конец 2005 года на версиях E280CDI и E320CDI ставились моторы как рядные OM648, так и V-образные OM642. То есть V6 встречается и на дорестайлинговых 211-х. А OM642 – это единственный турбированный и дизельный двигатель для купе CLS. Если вы ищете дизельный CLS, то выбора из двигателей у вас нет. Еще в гамме 211-го Mercedes встречаются битурбированные 4-литровые двигатели V8, OM628 или OM629. Это уникальные и редкие моторы на основе легкосплавного блока и с мокрыми, то есть съемными гильзами. Информации по немало, но вроде как до 200 тысяч километров они ходят неплохо, а потом начинают непредвиденные и очень дорогие проблемы, вплоть до капремонта. 211-й Mercedes был доступен с полным приводом 4Matic с моторами М112, М113 и М272. А дизельная версия получила полный привод только с появлением мотора V6 и OM642. У CLS полного привода не было доступно вообще. К полному приводу 4Matic никаких претензий. По сути, эти модели получили трансмиссии от кроссоверов и трансмиссия обеспечивает постоянный полный привод. 211-й Mercedes и 219-й Mercedes оснащались автоматическими трансмиссиями 722.6 и 722.9, 5-ступенчатая и 7-ступенчатая соответственно. На CLS 5-ступенчатая трансмиссия устанавливалась только на рестайлинговой версии с полным приводом. А все уже после рестайлинговые версии E-шек заднеприводные оснащались 7-ступенчатой трансмиссией 722.9. У нас есть суперподробные разборки этих АКПП. Вкратце, это ресурсные и очень надежные трансмиссии. Меняйте в них масло, следите за подтеканиями по поддонам, за подтеканиями по электрическим разъёмам. Да, эти трансмиссии имеют некоторые недочёты, о которых надо знать, но в целом за трансмиссии E-шка и CLS получают жирный лайк. Жизнь автоматической трансмиссии Mercedes может прекратиться из-за попадания антифриза в АТФ. Эта проблема была массовой до 2005 года из-за низкого качества изготовления основного радиатора охлаждения, в которой встроена секция для охлаждения АТФ. Но и после 2005 года эти радиаторы доверие не вызывают, поэтому лучше установить внешний радиатор охлаждения АТФ. Это очень нужная доработка. А сейчас мы переносимся в город Брест. Подписчиков у нас немало. В Бресте они тоже есть. И у нас на тесте появляется третий Mercedes, который мы сейчас погоним на СТО и расскажем о его технических особенностях. Спасибо Алексею, что любезно предоставил свой автомобиль. Мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid автосервис. Сегодня это современно оборудованная станция «Комета» город Брест. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Instagram и автоцентра «Комета» и следите за их предложениями. Все ссылки и подробности в описании. Здесь у нас редкая рядная дизельная шестерка от Mercedes, которой даже завидуют владельцы BMW. На дорестайловых 211 и 219 установлена уникальная тормозная система SBC. Эта тормозная система также досталась Родстеру SLR 230, также Mercedes-Maybach и суперкару McLaren Mercedes. Для тех, кто не в курсе, объясним. Инженеры компании «Дальмер» захотели оснастить тормозную систему интеллектом, чтобы она ради безопасности лучше понимала действия водителя и имела некоторую самостоятельность. В штатном режиме педаль тормоза не связана с тормозной системой. По сути, она электронная, а вот в аварийном режиме восстанавливается связь с тормозной системой. Но производительность тормозной системы заметно падает. Блок SBC состоит из электромотора, формирующего давление тормозной жидкости, из гидравлического распределителя и небольшого ресивера. Инженеры «Даймлер» поначалу искусственно ограничили ресурс блока SBC. По достижению определенного количества нажатий на педаль тормоза машина требовала визит на СТО и замену блока. Таким образом, инженеры «Даймлер» хотели предотвратить вероятную поломку блока или одного из компонентов SBC. Это было чревато потерей тормозов. Когда в Германии 211-е массово поехали на СТО для замены блока, это не порадовало ни «Даймлер», ни владельцев. Вскоре электронные ограничения сняли, а заменить блок на новый со скидкой или бесплатно можно было на машинах, которые обслуживались на фирменном сервисе. Вообще SBC – это пункт номер один, почему не надо покупать дорестайловые 211-е и 219-е, потому что можно остаться без тормозов. БУ-блок стоит 200-350 долларов, новый – 2500 долларов. Но на практике не все так печально. Что сейчас делают с блоками SBC? Даже самые ранние блоки перепрошивают с отключением счетчика срабатываний. Попутно можно продиагностировать блок, он должен создавать и держать давление в тормозной системе 72 бара. На практике даже самые первые блоки, которым по 20 лет до сих пор работают, а сейчас в наши дни их можно отремонтировать, можно поменять ресивер или электромотор насоса. Так что SBC не такая уж и страшная штука, как может показаться. И внезапно из строя она не выходит, потому что сама себя диагностирует. Но есть нюансы. Чтобы поменять тормозные колодки, систему SBC надо отключить программно либо скинуть клемму с аккумулятора, который находится над правой передней колёсной аркой. Если этого не сделать, то во время замены тормозных колодок система SBC может начать себя диагностировать. Говорят, что до сих пор ежегодно фиксируется по два случая, когда система SBC тормозным поршнем лишает сервисмена пальцев. В Германии многие трёхпалые механики имели дело с тормозной системой 211. А ещё SBC требует специальную тормозную жидкость DOT 4+, которую надо менять раз в два года. Процедура замены производится практически в автоматическом режиме, но запускать её надо фирменным скандером и следовать инструкциям. На замену уходит 2 литра. При покупке 211-го Mercedes стоит взглянуть на версию блока SBC. На электромоторе наклеена наклейка и большим шрифтом написан каталожный номер, начиная с буквы «А». Далее, блоки 004 практически уже не встретишь, потому что они все должны были быть заменены. 005, как в нашем случае, это старый и надёжный блок, с которого, скорее всего, был удалён счётчик срабатывания на неофициальном сервисе. Блоки 008 и 009 – это самый лучший вариант, потому что это самые новые блоки, то есть ресурс огромный. Кстати, они беспроблемные. Справедливости ради можно сказать, что блок 005 при нормальном обслуживании отходит полмиллиона километров. Обратим внимание, что на этой Ешке с пробегом 400 тысяч установлен блок версии 005, на ЦЛС тоже 005, а вот на рестайлинговой Ешке обычная тормозная система ABS, и эти особенности её не касаются. А теперь поговорим о кузовах этих машин. Сегодня с уверенностью можно сказать, что начиная с 211-го Е-класса кузова Mercedes перестали ржаветь. Они окрашены качественно и отлично противостоят коррозии, то есть хорошо защищены. Капот, передние крылья, задняя крышка багажника – алюминиевые. Но коррозия появляется на днище, на подрамнике и на задних арках. А вот если начали ржаветь нижние края дверей, то это значит, что машина эксплуатируется в сложном климате. Почти все 211-е и 219-е сегодня ездят с помутневшими фарами. Полировка не поможет, потому что фары мутнеют изнутри. Что надо делать? Надо расклеить фару и протереть её изнутри, потом легонечко отполировать. Тогда блеск вернётся. Вместе с этим надо поменять штатные отражатели линз либо восстановить штатное напыление, потому что оно, скорее всего, облезло и свет фар стал довольно тусклым. Уникальная особенность этих автомобилей в том, что лампы задних фонарей припаяны к монтажным платам. То есть заменить перегоревшую лампочку без спайки практически невозможно. В рестайлинговом CLS осталось только по 2 лампы на каждый фонарь, которые можно купить и заменить отдельно. Даже в каталогах хороших фирм нет решения для 211-е и 219-е. Предлагаются только лампочки подсветки номера. Что же делать? Надо покупать оригинальные монтажные платы. Для 211-е она стоит 55 долларов, а для CLS – 75. Есть другое решение – выпаять бессокольную лампу и впаять сокольную. Вообще, о чём думали инженеры компании Daimler? Все лампы в этих автомобилях питаются импульсным током, и нити накала живут действительно долго. На практике первые перегоревшие лампы появлялись после 15-20 лет эксплуатации, а это примерно 400 тысяч километров. Так что не надо винить Daimler в том, что они выкачивали деньги из своих клиентов. Кстати, светодиодные секции, которые присутствуют в некоторых фонарях 211-е и во всех фонарях CLS-219, продаются тоже отдельно. Гораздо чаще замены требует повторитель стоп-сигнала, который находится в крышке багажника. Здесь светодиоды перегорают по одному. Вдобавок, зимой откалываются уголки и обнажаются щели, через которые вода начинает просачиваться в багажник. На практике же лампы в задних фонарях служат намного дольше, чем в этом элементе, который не блещет качеством. Если при открытии крышки багажника слышно хлюпание воды, значит, надо устранить брешь за стоп-сигналом, а также прочистить дренажи в крышке багажника и в ее бленде пластиковой тыльной накладки. В багажнике за обшивкой находится задний блок для сбора сигналов SAM. С ним случаются некоторые неприятности. Например, может оплавиться фишка провода подогрева заднего стекла и гнездо для нее в блоке. После этого в багажнике будет пахнуть пластиком и появится дым. Да, ситуация неприятная, но машины от этого не горят. Это инженерный просчет, потому что клемма 40-амперного провода получилась ненадежной. Иногда проблема заключается в том, что перестает работать подогрев заднего стекла. После оплавления надо искать БУ-блок и фишки для замены и устанавливать его в автомобиль. Также из-за неполадок в блоке SAM обычно из-за попадания влаги и образования коррозии на электронной плате и на ножках микросхем в машине отключаются некоторые функции, либо же работают с перебоями. Например, может моргать свет в салоне, задние фонари не будут работать. Также машина будет не видеть ключа, датчик давления топлива тоже может не работать, либо же АКБ за ночь высаживается в ноль. Обычно проблема именно вот в этом блоке. В багажник этих машин может попасть вода, что грозит неприятностями для электронных блоков, которые находятся в подполье. А вода обычно попадает через треснувшие пистоны, которые крепят пластиковые желоба водостоков. Раз в 20 лет надо снять эти желоба, всё там вычистить и посадить на новые фиксаторы. Реже вода попадает через уплотнители задних фонарей. На дорестайлингах 211 может выйти из строя замок зажигания. В этом случае машина перестает видеть ключ, вставленный в замок зажигания. Либо замок зажигания не поворачивается, либо же двигатель не запускается. Из-за того, что система санкционирования не дает добро на запуск. Чаще всего проблема в процессоре замка зажигания, реже в ключе зажигания. Но тем не менее, сегодня замки и ключи прекрасно реставрируются. Также можно рассмотреть возможность купить БУ, замок и ключ и прописать для вашего автомобиля. Электроника 211 и 219 прекрасно диагностируется фирменным сканером. Будут видны ошибки вплоть до лампочки подсветки номера или концевика двери. Эти машины лучше всего обслуживать на СТО, которые специализируются на этой марке. Потому что универсальный электрик будет очень долго решать и искать проблему. Так вы сэкономите время и деньги. А теперь переходим к обзору подвески. Подвеска у 211 и 219 сложная. Спереди сдвоенные поперечные рычаги, сзади по 5 рычагов на каждое колесо. Бонусом может идти пневмоподвеска. Самая хлопотная в подвеске – это именно опциональные пневмобаллоны. В остальном же при использовании качественных, даже неоригинальных деталей, шасси требуют минимального вмешательства. Подвеска очень ремонтопригодная. Шарлы верхних рычагов и нижнего развального по оригиналу продаются и меняются отдельно. Также отдельно продаются и сайлентблоки нижних рычагов. В целом, вся подвеска и даже стойки стабилизатора на этой машине служат долго, если не использовать откровенно дешевые запчасти. Отметим, что раз в 10-15 лет придется заменить развальные болты, на них появляется выработка, и после этого невозможно правильно отрегулировать углы установки колес. Спереди стойки стабилизаторов крепятся к рычагам через пальцы, которые можно перепрессовывать много раз. Но если отверстие в рычаге разобьется, то тогда придется менять рычаг. Втулки переднего стабилизатора в оригинале не продаются, но на рынке хватает заменителей. Оригинальные втулки служат десятилетиями. Рулевой механизм E-класса надежен, рейка может потребовать внимания к пробегу далеко за 250 000 км. Пока мы находимся под моторным отсеком, отметим, что из этих моторов ничего не капает и не течет. А вот если лопнут и вытекут гидравлические опоры двигателя, то тогда вибрации мотора быстро сподвигнут владельца купить новые. Также не стоит забывать про заднюю резиновую опору трансмиссии, хотя она ходит примерно 200 000 км. Обратим ваше внимание на то, что пробег у этого автомобиля более 400 000 км. И здесь, на удивление, сухо. Только небольшое запотевание возле сливной пробки. Отметим, что единственный стальной рычаг во всей подвеске – это вот этот самый большой задний поперечный. В задней подвеске по оригиналу отдельно доступен только плавающий сайлентблок нижнего опорного рычага. В версиях с пружинной и пневмоподвеской нижние рычаги разные. В остальном все то же самое. Четыре алюминиевых рычага достались 211 и 219 от родстера SL R230. Важные элементы задней подвески – это два передних сайлентблока подрамника. Чем мощнее мотор, тем быстрее они изнашиваются. Замена хлопотная. Надо приопускать подрамник и использовать специальный съемник, которого на неспециализированных СТО нет. Добавим, что пружины проседают к пробегу в 250 000 км. Но перед этим могут обломаться нижние витки пружин как у передних, так и у задних колес. Просто так выбрать и купить пружины на Mercedes нельзя, потому что производитель предусмотрел много вариантов, исходя из массы автомобиля. Поэтому проще выбрать пружины по VIN-номеру. Лучше разоритесь на оригинальные пружины, потому что практически любые неоригинальные пружины едва ли обеспечат заводской дорожный просвет и просядут через 3-4 года. Если вы знаете, нормальные неоригинальные пружины для 211 или 219-го, то обязательно напишите об этом в комментариях. Только что мастер Максим продиагностировал подвеску нашего 211-го. Максим, вам слово. После диагностики этого автомобиля было обнаружено, что вышли со строя саленблоки нижних поперечных рычагов. В принципе, сам по себе автомобиль достаточно надежен, если его должным образом обслуживать и ставить туда качественную запчасть. Спасибо! Ну что, сегодня в обзоре вы видели три разных автомобиля в разных состояниях и с разными пробегами. Мы пытаемся быть объективными и поэтому скажем, что из всех немецких премиальных автомобилей эта машина очень достойный вариант. Если вы купите ее в хорошем состоянии, то будете очень довольны за недорого. Если вы хотите знать о моторах, коробках и об автомобилях, все. А также о запчастях. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».